Друзья, всем привет! С вами Оксана Лифенко и сегодня предлагаю посмотреть вместе новиночку Паола Рейна, кукол Кумар и также вспомним пижамного мальчика Дарио. Недавно я получила посылочку подарок от Ларисы, ссылочку на ее группу оставлю под видео. И сейчас мы вместе посмотрим эту красотку. Давайте мы с вами мальчишку оставим на закуску, а начнем, пожалуй, с вот этой красавицы. Вы знаете, когда я вот только открыла коробку, я была несколько удивлена, увидев цвет волос этой девочки. Потому что, не знаю, может быть, конечно, так отображалось у меня на мониторе, да, то есть, ну, экран может менять истинный цвет, но мне казалось почему-то, что у этой девочки, у новинки пижамной серии 2022, волосы, ну, такие, ну, не знаю, темно-синие, ну, может, синие с каким-то сиреневым отливом, но никак не такие яркие, такие насыщенные, прям, ну, именно вот девочка-фиалочка. Поэтому для меня это было, как бы, ну, интересно и неожиданно. Смотрите, какие у нее глазоньки. Если я не ошибаюсь, я думаю, что я не ошибаюсь, это новый цвет глаз. Он, не знаю, как вам передается на камеру, надеюсь, правильно, он такой, знаете, нежно-голубой. То есть, до этого у нас были либо серо-голубые глазки, такие более, ну, к серому, приближенный цвет, либо ярко-синие, такие вот кукольные. Здесь же более такие, вот, ну, именно голубые глаза. Мне кажется, на экране они чуть темнее, вживую, такие вот, ну, светлые глазки. И губоньки. Ну, вообще, молд Леу один из любимых моих. Хотя, вы знаете, мою любовь к молду Клео. И молд Леу, наверное, это вот два моих фаворита. Хотя, я всех Паолочек люблю. Давайте же мы снимем с нее пленочку. Ах, какая лапочка. У меня есть с собой расчесочка. И мы с вами немножечко ее причешем. Смотрите, как интересно. Цветные волосы по большей части, мне кажется, у кукол именно с молдом Леу. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, вот у кукол с молдом Карла, Клео, у них, ну, максимум были светло-розовые такие сливочные волосики. А вот, ну, если не считать, конечно, кукол из серии Ведьмочка, Абигаль, и то только вот первую Ведьмочку, а потом также был молд Леу. То, получается, у этих кукол, ну, вот все цветные яркие волосы, нет, будто еще у нас была. То есть, у нас есть Сюзанна с оранжевыми волосами, ну, по крайней мере, ранее выпускалась, сейчас, наверное, она осталась только в одежде. А вот у Анни, Малинка, Малинка там тоже, Карла, молд. А Леу у нас, получается, вот эти фиолетовые, серые волосы. Ну, да, получается, я что-то сама запуталась и Вась запутала, но, думаю, не суть. Я почему-то решила, что малиновые волосы тоже были у Леу. Так, что, ой, что у нас по волосикам? Ну, волосы, я бы сказала, обычные, то есть и не супер мягкие, как иногда бывает, но и не жесткие. По густоте неплохо, неплохо, отличные, то есть, ну, как бы густота хорошая. Ой, ну, какая же она миленькая, интересная. Я думаю, что я постараюсь скорым временем связать для нее что-нибудь интересное, сделать красивые фотографии, потому что девочка действительно интересная. У нее необыкновенный цвет глаз, ну и, соответственно, необыкновенные волосы. Так, куколка у нас в пижамке. Пижамная серия отличный вариант остается для нас, для рукодельниц, потому что куколок без одежды становится все меньше и меньше с каждым годом. Но, благодаря пижамной серии, надеюсь, у нас будет возможность и дальше чуть-чуть на аутфитах экономить и покупать себе больше куколок. Красавица! Очень красивая куколка. Ну и давайте к ней в компанию посмотрим теперь мальчишку. Итак, это у нас мальчишка из пижамной серии. Дарио, новинка прошлого года. Или... Так, подождите. Ну да, новинка 2021. Что-то я сегодня путаюсь. Тоже ему сейчас сделаем такую причесочку. Такой вот интересный мальчишка. У меня уже был Дарио. Этого Лариса мне прислала в компанию вместе с Март. Для вдохновения, для примерок. И, наверное, просто меня порадовать. Как я и сказала, молд Клео и Леу самые любимые. Смотрите, какие у мальчишки веснушечки. Такой весь. Ну, в общем, хорошенький. Теперь я даже думаю, что можно будет сделать одного из близняшек. Один у меня будет мальчишка, а другая будет девочка. Здесь как раз вот густые волосы. Может быть, я как раз этой куколке и реснички потом приклею. Ну, пока не знаю. Пока пусть будет у меня мальчик. Вот такая у него пижамка. Позже стали выпускать и с серыми штанишками, не клетчатыми. Ну, а вот первые в такой клетчатой пижамке. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вам, девчонки, мальчишки, как вам особенно вот эта девочка? Появилась ли она уже у вас? Купили ли себе вот такую? Как вам впечатление о ней вживую? Посмотрите, какая красавица. Прям можно любоваться. Такая вот, ну, не знаю, я бы сказала, куколка с изюминкой. Вот, поэтому пишите, как она вам? Какие еще новиночки вы себе уже поселили? Каких кукол подержали в руках? Или какие видели фотографии? Какие у вас оправдали ожидания? Вот. Мне эта куколка очень понравилась. Еще не видела на фотографиях вот ту, которую мы называем мальвина. Она в аутфите, да? Там, наверное, именно голубой цвет волос, а здесь девочка-фиалка, девочка-цветочек. Ну что, благодарю вас за просмотр, за лайк, за комментарий. Оставлю вам на Ларису, на ее группу ссылочку под видео. Заходите, смотрите, вступайте. Вот. А я с вами прощаюсь до новых видео. Надеюсь, что в скором времени покажу вам какие-нибудь новые наряды для моих куколок. Все. Я вас всех обнимаю. Желаю мира, добра, здоровья, благополучия. И до новых встреч в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok